Здравствуйте! В эфире Бессарабе ТВ Новости в студии Николай Юшкевич. Сегодня в нашем выпуске. В Белгороднестровском состоялось торжественное закрытие очередного сезона раскопок на территории крепости. На минувших выходных в украинской Бессарабии, как и по всей стране, отмечали День физкультуры и спорта. Масштабный пожар произошел в столице Придунавия. В Экермане завершился чемпионат Украины по парусному спорту. Вечером 10 сентября подвели итоги. О результатах узнаете далее. Не переключайтесь. На территории средневековой крепости состоялось торжественное закрытие очередного сезона раскопок. Начальник Белгород-Тирской экспедиции представил широкой публике некоторые находки этого года. Более подробно расскажет Елена Малаеван. Ось ці амфори середневечні сервізи ще зовсім недавно були під землею. Зараз їх можна побачити та навіть прослухати цікаві факти про експонати. На території средневечної твердині завершився черговий сезон раскопок. А найяскривіші знахідки зібрали у доволі цікаву експозицію. В витринах представлены амфоры. Сейчас это основа амфоры римського времени. Потому что мы как раз находимся, то есть исследования проводятся в слоях как раз именно этого периода. Очень интересный вариант, который мы нашли, пока сейчас непонятно, закрытый то ли это комплекс, то ли это единовременная засыпь. Но так или иначе, вот эта витрина, то что представлено, это все из одного помещения, за исключением вот этих двух крайних сосудов. Все остальное, так говорится, единый сервіз. Вот небольшие амфориски, айнахоя, кувшинчики, это все происходит из одного помещения. Как рассказывает Павло Остапенко, материалы, что удалось найти в результате этого года экспедиции, ризноманитные. В основном – побутовые вещи. Это и посуда, столовая, и мрамор, и изделия из металла, изделия из стекла, керамика, светильники, парадная посуда. То есть весь спектр тех бытовых предметов, которые сопровождали жизнь, повседневную жизнь греков, и потом за ним в римский период города, средневековый период. Під час розкопок археологи зробили чимало ризноманитных нахидок. Однако сказать, какая с памяток наибольшь уникальна, науковцы не могут, так как каждая из них имеет свою ценность и значимость для истории. Мне, например, очень нравится, казалось бы, абсолютно простая посуда, но исходя из того, что у нас очень редко на городище встречается целая посуда в такого качества, это действительно уникальный комплекс и очень презентативный. Он показывает на самом деле, что у людей в быту находились предметы, которыми они пользовались, подобные айнахои, это сосуд для разлива, скажем так, парадного разлива вина. Есть вот небольшие вот эти вот маленькие сосудики, эти сосуды использовались, скорее всего, либо для масел ценных, таких дорогих, либо для каких-то ароматических веществ. То есть то, что использовалось, и вот в данный момент мы видим, как говорится, то, что оно сохранилось, и мы его вынули из земли, и вот сейчас представляем. Білгород-Тирская экспедиция на территории Твердині працює уже понад 20-ти роков. Как рассказывает Олександр Морозов, работа археологов, а точнее, знахидки – это еще один фактор залучения туризму. «Сегодняшние находки, подтверждение тому, что все-таки история этого края есть, история нашей крепости есть, оно еще раз и еще раз подтверждает. Проводятся постоянные раскопки и находится новое открытие. Это способствует тому, что сюда едут туристы, они убеждаются, они это все верят». Продовжився захід за круглим столом. До кожен міг випити чашку чаю та послухати чимало цікавих фактів про археологию, як науку. Олена Малийван, Анатолій Лукянчук, Бесарабия ТВ Бесконечная тема мусора остается актуальной для всех окерманцев и по сей день. Даже недалеко от средневековой крепости можно повстречать кучу отходов. Что об этом думают местные жители, смотрите в следующем сюжете. Памятка Білого Места на Дністре – середньовічна твердиня. А тому вона должна быть убителю чистоти и порядку. Про оханность на территории фортецей рассказала киянка Инна, яка просто в захвате от побаченного акерманского скарбу. На территории действительно, на самом деле, правда? Ну, чисто, чисто. Да, да. И хорошая, и наблюдают охранники, то есть, ну и все вообще отлично. Однак, як виявляється, за межами твердині не все так прекрасно. Доріжку до Лиману сопроводжує купа сміття, що просто небо валяється у підніжчя фортеці. Місцеві жителі вбачають у цьому неохайність і невихованість самих же людей. «В основному люди виноваті в цьому, що розбрасують, не вбирають за собою мусор. Невоспитання наших дітей, людей, що ще можна сказати? Покоління невоспитанності. Це люди, коли за собою ніхто не прибирає, то які комунальщики можуть встигнути за нами, за людьми?» Надія стверджує, що урни потрібні не лише на території твердині. Їх варто встановити і за її межами. А люди не повинні їх проходити. Також жінка додала, що чистота у Білому місці залишає бажати кращого. «Жалко, звісно, що в нас територія не вбирається по місту. Практично, мабуть, нигде немає такого, щоб територія вбиралася, хоча б періодично. Каждаємо, міст курортний, красивий, багато хорошої погоди, літо длинне. Відді можна гуляти. Хотілося, щоб міст виглядів ухоженим». Отож, як розповідають якерманці, багато чого залежить від самих людей. Любов до рідного міста варто демонструвати не на словах, а в діях. Тому краще не залишати після себе сміття навіть у вигляді маленької, ніким непомітної обгортки. Олена Малоїван, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ В Тарутино на месте пожара нашли труп человека. Як розказали в пресс-центре Государственной служби по чрезвычайным ситуациям, 11 сентября около 12.00 дня в службу спасення сообщили о возгорании в многоквартирном одноэтажном жилом домі. Уже через 5 минут на место вызова приехали первые подразделения огнеборцев. Они выяснили, что в одной из квартир горит домашнее имущество. В 13.00 пожарные ликвидировали огонь. Жилой дом удалось спасти от уничтожения. На месте ЧП обнаружили тело мужчины. Причина – возгорание устанавливается, сообщили в пресс-службе ведомства. Жители Рени отметили День города. Торжества начались с молебна в Центральном Свято-Вознесенском соборе. Затем к памятнику Тарасу Шевченко возложили цветы. В парке организовали концерт и выставку детского творчества. Были и аттракционы для маленьких ренийцев. Во второй половине дня прошел парад байкеров. Как сообщают корреспонденты интернет-издания «Трасса Е-95», в нем приняли участие более 100 человек из Одессы, Татарбунар, Измаила, Болграда, Килии и Рени. На центральной площади города они устроили шоу и провели конкурс на самую медленную езду. Многочисленные гости поздравляли в этот день местных жителей. Завершили праздник выступлениями коллектива «Дюк Тайм» и группы «Премьер Проджект». После чего в небе над Площадью Свободы засиял фейерверк. С октября по ноябрь будет проходить призыв украинцев на срочную военную службу. В этом году отдать свой долг родине отправятся молодые люди в возрасте от 20 лет. Наталья Чеботарь побывала в Белгороднестровском военном комиссариате и узнавала особенности нынешнего осеннего призыва. Подробности смотрите в сюжете. Защитить родную страну, не оставаться в стороне. С 1 октября по 30 ноября в Украине проходит осенний призыв на срочную военную службу. В этом году служить пойдут молодые люди, которым в период отбора исполнится 20 лет. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Сергей Янчишин. Сроки проходжения військовой службы 18 месяцев. Если граждане Украины имеют высшую освету и идут на військово-срочную службу, проходят службы 12 месяцев. Для військовослужбовцев в сроковой службы передбачены наступные пыльги. Это использование правом бесплатного проезда всеми видами міського пассажирского транспорта за вынятком такси. Безоплатная отправка и одержание листов, а также безкоштовная отправка посылкой особистого одевого после призыва. Но это еще не все, чем государство обещает радовать срочников. Как рассказывает Сергей Янчишин, будут и путевки в санатории, если у призывника есть какие-либо проблемы со здоровьем. Есть и другие особенности. Сбережением протягом усього терміну службы житлового приміщення, яке вони займали до призыва на службу, та право перебувати в списках громадян, прийнятих на квартирний облік. Забезпечення при звільненні зі служби справним амбандируванням, проездними документами до місця проживання, харчуванням на час перебування в дорозі. Працевлаштування у тримісячний срок після звільнення з військової служби, та на теж підприємство, восстановлення організацію, де вони працювали до призыва на військову службу. Гарантовано право отримання першого робочого місця на срок не менше двух років після звільнення з служби. Зарахування сроків військової служби та стажу державної служби. Щоби избежати неприятностей в будущем молодим людям, які не знаходяться по місту прописки, потрібно в срочному порядку появитися в комісариату. Це каже і тих, хто по якійсь причі не отримав повістки. А предприємства і учебні заведення повістки повістки. Гаранів України, яким виповнилося 18-19 років, теж повинні з'явитися до військову для проходження медичній комісії. Ми розсматрюємо особово справи. Якщо чоловік в розыскі, він, опять же, составляється акт перевірки за місцем проживання. Це робить голова сельради, начальник військового облікового столу. Спілкується з батьками і на основі спілкування з батьками, з сусідами, виявляє інформацію. Потім робить акт про відсутність і предоставляє його в військовому ад. Також люди від 18 до 45 років можуть служити на контрактній основі. Це можуть бути як жінки, так і чоловіки, без судіності, за станом здоров'я придатній, і при наявності обов'язкової письмової згоди. У винятку чоловіки можуть без письмової згоди, жінками повинні мати письмову згоду обов'язково. Плата військової служби за контракт від 7 тисяч до 14-15 тисяч. В военном комісариате постоянно напоминають – защищать родную страну – прямая обязанность каждого гражданина. Наталья Чеботарь, Андрей Романовський, Бесарабия ТВ. 11 сентября военнослужащий устроил стрельбу в одесском трамвае. Сообщение ОЧП полицейские получили около пяти часов вечера. Приехав на место вызова, они узнали от свидетелей, что во время движения в трамвае номер пять между тремя парнями возник конфликт. После словесной перепалки один из его участников, а именно 21-летний военнослужащий, достал травматический пистолет «Флобер» и несколько раз выстрелил в сторону своего оппонента – жителя Донецкой области. В результате молодой человек получил ранение в руку и голову. Кроме него пострадала девушка-пассажир, которая даже не была участницей ссоры. Злоумышленника задержали недалеко от места происшествия, как сообщили в региональном управлении полиции. По данному факту начали уголовное производство за хулиганство. Пострадавшие от госпитализации отказались. На минувших выходных в Украине отмечали День физкультуры и спорта. 11 сентября в одном из парков Белгороднестровского прошли соревнования на титул самого сильного аккерманца. Наша съемочная группа побывала на месте событий, а Наталья Чеботарь даже сама поучаствовала в одном из конкурсов. Украина всегда славилась красотой своих женщин и силой мужчин. Казаки, несмотря ни на что, ни одно поколение прославляли родной край своими подвигами. О них слагали легенды. Их помнят и в наше время. 11 сентября в парке мира собрались действительно яркие представители сильной половины человечества. Сегодня выходной день. В честь Дня физкультуры и спорта мы проводим соревнования по силовому экстриму на титул сильнейший аккерманец. В программу соревнований входит эстафета с силовыми упражнениями. Это пробежать с двумя гирями по 32 килограмма, поднять штангу, перекатить колесо и поднять гирю. Это все на время, это эстафета. Ну и вторым видом, это у нас все участники, участвуют в перетягивании каната. Главная цель соревнований приобщить аккерманцев к занятиям спортом и физкультурой. За титул победителя в состязаниях по силовому экстриму в этом году боролись 10 атлетов. Все они разного возраста и телосложения. Одни занимаются спортом всю жизнь, другие просто пришли попробовать свои силы. Раз! Да, вы только посмотрите, с какой скоростью выполняет спортсмен это упражнение. Побежать быстрее! Штанга, гири, колесо, стометровка. Для участников соревнований эти упражнения не составили большой сложности. Один за другим они проходили дистанцию. Спортсмены показали блестящий результат, прекрасную подготовку и выдержку. Чем и порадовали болельщиков. В финальном забеге за первенство сражались тяжелоатлет Дмитрий Панасюк и учитель физкультуры 11-й школы Иван Янаков. Раз! Да, фиксируем нахать! Три, есть! Пока судьи готовились огласить результат, все желающие могли попробовать свои силы в командном перетягивании каната. Мы тоже решили не оставаться в стороне. Это, ребята! Убираем за него! Борьба! И вот пришло время подводить итоги. Сверкающий кубок, связки медалей и почетные грамоты уже ожидают своих обладателей. А через несколько минут болельщики узнали, кто же стал самым сильным аккерманцем в 2016 году. Победителем наших соревнований стал Янков Иван. Преподаватель структуры 11-й школы. И также тренер по волюбалу тревирует маленьких детей. Пришел помогать. Я работаю в компании «Спорт для всех». Пришел помогать и победил. Я рад, что в нашем городе проводятся такие соревнования. Это хорошо для нашей нынешней молодежи. Потому что у нас молодежь все за компьютером. И я хочу, чтобы они ишли все в спорт. По традиции соревнования завершились общим фото. Этот день надолго запомнится всем присутствующим. А вскоре, возможно, Аккерман пополнится и новыми спортсменами, и будущими чемпионами. Наталья Чеботарь, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ Большой теннис в Измаиле – один из самых динамично развивающихся видов спорта. Турниры – Кубок Мэра, Бессарабская Осень, Кубок Левада, а также юношеские соревнования Червона Рута и Кубок Дуная пользуются популярностью далеко за пределами столицы Придунавья. В столице Придунавья на кортах юность спортивно-оздоровительного центра прошел 12-й юношеский турнир по теннису Кубок Дуная. Ставшие традиционными соревнования проходили при поддержке отдела образования Измаильского горсовета, городской федерации тенниса и меценатов, предоставивших призы победителям. В течение четырех дней более 80 юных спортсменов от 9 до 16 лет из Одессы, Измаила, Днепра и Херсона боролись за право называться лучшими мастерами ракетки. Измаильчане Марк Васюк, Александра Василенко, Марта Автаева и другие юные теннисисты достойно представили столицу Придунавья, завоевав почти половину наград. Начальник Измаильского городского отдела образования Елена Мурашева пожелала ребятам новых ярких побед на спортивном поприще. Победителей соревнований наградили грамотами, медалями и кубками. После торжественной церемонии юных спортсменов ожидало сладкое угощение от организаторов. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ Масштабный пожар произошел в столице Придунавья. Как сообщают корреспонденты Бессарабии Информ, ЧП случилось в субботу, 10 сентября. Около 9 часов вечера в промышленном районе Измаила на улице Единства, бывшая Советская, в одном из складских помещений, где хранились стройматериалы и макулатура, вспыхнул огонь. По информации издания, возгоранию предшествовал взрыв, предположительно газового баллона. К моменту приезда первых пожарных весь склад был охвачен огнем. Тушение пламени изначально усложнялось отсутствием достоверных сведений о содержимом ангара. По предварительным данным, происшествие обошлось без жертв и пострадавших. Примечательно, что охранник спал в соседнем помещении и ничего не слышал. Спасателей вызвали случайные свидетели. День физической культуры и спорта Украины отмечается ежегодно во вторую субботу сентября. В Измаиле к этому празднику приурочили не только турнир по большому теннису Кубок Дуная, но и четвертый открытый любительский чемпионат по гонкам на каяках. Галина Величко расскажет больше. В честь Дня физической культуры и спорта Украины 10 сентября на Дунае, около Диорамы, прошел четвертый открытый любительский чемпионат по гонкам на каяках. Идейный вдохновитель и организатор множества интересных состязаний, заместитель председателя физкультурно-спортивного общества Украина поздравил измельчан с праздником. Сегодняшние соревнования приурочены ко Дню работников физкультуры и спорта. В связи с этим всех общественников, всех спортивных руководителей клубов, федераций, организаций я поздравляю с сегодняшним праздником. Желаю им самого главного здоровья. Почему? Потому что наше время здоровья – это важнее. Удачи, спортивные достижения и, главное, поставленные цели и задачи новых побед в этом году выполнить. Организаторами этого увлекательного соревнования выступили Городская федерация водного туризма, отделение физкультурно-спортивного общества Украина и Каяк-клуб. Содействие в проведении чемпионата на Дунае оказали стражи кордонов измаильского погранотряда. Патрулирование вдоль водной границы осуществлял их катер. Почетный президент Измаильской городской федерации водного туризма, ректор ИГГУ Ярослав Кичук отметил, что каякинг – это не просто вид спорта. Целая философия бережного отношения к окружающей среде, к экосистеме, в частности Дуная. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы вот этот слоган известный «Быть здоровым», «Быть активным», «Быть спортивным» был очень популярным среди молодежи. В этот день нашим горожанам и жителям всего Придунайского региона хотелось бы пожелать, конечно, в первую очередь крепкого здоровья, бодрости, духа, спортивного оптимизма и, конечно же, активной гражданской позиции, чтобы все задуманные планы и мечты сбывались. С праздником вас! Соревнования проходили в нескольких категориях. Одиночный заплыв среди мужчин и женщин, парные заплывы и гонки на катамаране. В них приняли участие около ста спортсменов-любителей. К сожалению, Лебяжье озеро, где прошли три предыдущих чемпионата, не соответствует санитарным нормам. Поэтому местом проведения выбрали городской пляж на Дунае. По итогам чемпионата в категории мужчины первое место завоевал Сергей Украинец. Среди девушек золото у Олеси Кади. Первое место, да. От Павлика мой, из Миланы, от Мажовой, за поддержку тоже. Конфеты, да, девочки. Награды победителям вручили почетный президент Измаильской городской федерации водного туризма и заместитель председателя физкультурно-спортивного общества Украина. Все участники получили памятные подарки. А призеры, кроме этого, увезли домой главные трофеи – кубки, медали. В завершении праздника спорта группа поддержки «Чирлидинг» девушки из Измаильского государственного гуманитарного университета исполнили яркий спортивный танец. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ Пешеходный переход, а не полоса препятствий. В минувшие выходные керманцы весьма бурно обсуждали новую дорожную разметку, которую нанесли около пятой школы. Делали это, как всегда, с юмором. Говорили не только о том, что она появилась в не совсем подходящем месте и упирается с одной стороны в заграждение, но и предполагали, как именно школьники будут тут переходить дорогу. Вероятно, что после таких комментариев ответственные лица все-таки обратили внимание на проделанную ими работу. Утром 12 сентября эту проблему устранили, сняв часть ограждения. В Экермане завершился чемпионат Украины по парусному спорту. Вечером 10 сентября на городском пляже вновь собрались юные яхтсмены, представители власти, организаторы и журналисты. Подвели итоги и наградили лучших. Вони уже собирают свои яхты и пакуют их на автомобили. Змагания закончились и час ехать домой. Однако после этого регата у подростающего поколения остались яскравые впечатления. Вот Володимир, он уже 4 года занимается ветрильным спортом. Кажет, что чемпионат был достаточно напряженным. И это дало юнку смогу получить больше опыта. Ветер постоянно менялся, надо было смотреть на ветер. Была странная погода, иногда был очень сильный ветер, когда он стихал, его вообще не было, потом он появлялся. Підкорившись батьківской воле, Олексій пішов заниматься ветрильным спортом. Та ще жодного разу не пожалкував, что выбор был саме такой. Пророгатор рассказывает, что она не схожа на другие. Особенно сложными были погодные условия. Было интересно, все друг друга гоняли, конечно, но ветер желал оставлять лучшего. То есть ветер был не очень хороший, и управлять водкой было очень сложно. Мы старались, как могли. Вячеслав Сметанка рассказывает, что последний день чемпионату провели 4 гонки. Так, за весь период регати, даже не смотря на погоду, их прошло 9, что есть выполнение программы. Сами соревнования были достаточно сложные, потому что у нас были нелегкие ветровые условия. Сегодняшний день мы специально спланировали таким образом, чтобы стартануть раньше и провести дополнительные гонки, чтобы вся программа была завершена. То есть от обычных стартов в 12 часов или в 11 мы сегодня встали пораньше и в 10 утра мы дали старт первой гонки. Вот только что закончилась последняя девятая гонка, наша регата ближе к завершению. Ну и, конечно, який же чемпионат без переможцев, которые рассказали свои впечатления от регати и поделились секретом успеха. Это очень веселое соревнование, новая акватория всегда интересна. И первые два дня мы, наверное, не знали, кто выиграет, потому что новая акватория, новое течение, новый ветер. Но потом мы как-то начали понимать это все и начали выигрывать. Было очень сложно, противники сильные. Поскольку я не такой опытный, как они, было очень сложно. А сколько лет вы занимаетесь? Я два года. Два года. И есть уже какие-то результаты? Или это ваше первое место? Это первое место мое. Я очень рад, что представилась такая возможность. Яки належать усіх переможців, нагородили грамотами та кубками. А вихованці Центру культури та дозвілля подарували присутнім та учасникам незабутній танец моряків. Олена Малийван, Виталій Солодухин, Анатолий Лукянчук, Бесарабия ТВ Это были все сюжеты на сегодня. Мы встретимся с вами уже завтра, как обычно, в 18.00 на телеканале Бесарабия ТВ. В студии для вас будет работать Елена Малийван. Всего вам доброго и хороших новостей. Продолжение следует...